Здравствуйте! Меня зовут Евгения Иванова и я худею. В реалити-проекте «Жми худей, смотри» на Первом городском. Стройнею к лету я не одна вместе с напарником. И сейчас давайте посмотрим, как усиленно мы тренировались и как правильно питались на прошлой неделе. Герои проекта «Жми худей, смотри» приступили к новому этапу тренировок. Но без правильного питания результата не будет. Участник нашего проекта Иван Кудрявцев научился готовить несоленые гарниры и пресное куриное мясо. И теперь носит все это с собой каждый день на работу. А Евгении Ивановой пришлось бороться со своими коллегами, которые не сидят на диете. И не стесняясь худеющие участницы проекта, едят все самое вкусное, но не самое полезное. Позади всего три недели проекта, а у нас на двоих уже минус почти два десятка килограммов. И это все потому, что теперь с нами занимается личный тренер. Шесть, семь, дави, дави! Честно говоря, если бы не тренировки под пристальным вниманием Максима Матрос, желание ходить в зал у нас с Ваней было бы гораздо меньше. Ведь человек так устроен, что он никогда не сделает себе больно. Поэтому при самостоятельных тренировках у новичков есть соблазн работать в легком режиме. Вот только тренер это сразу видит и не дает расслабиться. Хочешь не хочешь, а при занятиях с инструктором доделать упражнение придется. Даже если это кажется нереальным. Терпим, 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 не падаем, еще чуть-чуть, еще пять. Терпи, терпи, куда пошел. Я что-то не понял, что это такое? Идем, продолжаем. Терпим, еще чуть-чуть, пошли, 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 пошли. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Это был юнитный срыв, но посмотрим, что будет дальше. Пойдем, пойдем. Кстати, лично я никогда не ходила в тренажерный зал одна, еще и потому, что всегда боялась сделать свою фигуру не стройнее, а наоборот, мощнее. Такого же мнения придерживаются многие девушки. Они думают, когда придут в зал, они сразу накачаются и будут очень большие и некрасивые. Отвечу сразу, что девушки такими быть не смогут, потому что за рост мышечной массы отвечает тестостерон, а тестостерон – это мужской половый гормон. За восстановление отвечает тестостерон, то есть это женский половый гормон. Соответственно, мы, мужчины, сможем быстрее набрать мышечную массу, а вы, женщины, сможете быстрее восстановиться после тренировки. Мы с Ваней уже, можно сказать, пожинаем плоды наших успешных тренировок. За три недели у Вани минус 10 килограммов, у меня минус 5 с половиной. Но мой соучастник по проекту решил не останавливаться на одних только тренировках в зале и долбой лишним кило. Причем в прямом смысле. Ваня, работай интенсивнее, на скорую, как можно быстрее работать. Для борьбы как со спарринг-партнером, так и с лишними килограммами Ваня выбрал такой вид восточных единоборств, как кудо, созданное на основе каратэ, дзюдо и тайского бокса. За одну тренировку кудо можно сжечь столько калорий, сколько было набрано во время плотного ужина. Такое занятие включает в себя кардионагрузки, упражнения на развитие выносливости и силы. Сейчас немножко легче заниматься новым для меня видом спорта кудо. Легче, наверное, потому что есть уже начальная физподготовка. Действительно, с помощью Максима ушли лишние, может быть, килограммы, и стало легче прыгать. Я смог надеть шлем, что тоже немаловажно для данного вида спорта. Поэтому занимайтесь спортом, друзья. Человек, когда научится выполнять наши технические нормативы, он эти уже нормативы выполняет практически без остановок. Ну, естественно, потеет. Уже, понятное дело, форму поддерживает. Потом у нас существует ряд физических упражнений в конце, в течение 15-30 минут, где мы выполняем эти упражнения без остановки, то есть на дыхании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мой напарник осваивает новые виды спорта, я мысленно прощаюсь со старой одеждой. Наверное, впервые в жизни я так рада тому, что мне нечего надеть. Но, несмотря на это, у меня часто скачет настроение. Я не хочу ехать на тренировку, потому что мне надоело одно и то же. Я хотела сегодня отдохнуть и вообще раньше лечь спать, потому что у меня с этими тренировками сбились ритмы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие ритмы, Евгения? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Биологические часы! На самом деле такое эмоциональное состояние – реакция на диету и тренировки, то есть на стресс для организма. К тому же накануне Максим разрешил устроить мне праздник живота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень вкусный салат с майонезом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разучилась ты есть салат, по-моему. Вы не представляете, какая вкусная еда, которую вы едите, но не цените ее. Это было сделано специально. После дня излишеств диета, к которой я уже начала привыкать, снова показалась мне жесткой, а желание активно заниматься стало пропадать. Но отступать уже некуда, и эта новая встряска поможет терять вес быстрее. И это был четвертый выпуск проекта о здоровом образе жизни «Жми, худей, смотри». Свежая программа ровно через неделю. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы быть не в форме. Смотрите в следующей программе. Должны быть и фрукты, и овощи, и разнообразные каши, геркулесовая, гречневая, рисовая. Геркулесовая залитая, кипятков запаренная. Когда правильное питание начинает надоедать, нужно добавить вкуса. Нас научит готовить шеф-повар одного из нижегородских кафе. Закры, скорее, чем ваша еще работа. Тренировки выходят на новый уровень. Вместо железа – степ-платформы. Свежий выпуск проекта «Жми, худей, смотри» на Первом городском смотрите в воскресенье в 11.20 утра. Что вы говорите? На что сегодня будет упор? На что будет сегодня упор? Упор. Упор. Говори, нам, рассказывай. Говорю вам, рассказываю. Раз, два, два раз. Аксим, зачем ты это делаешь? А ты должна концентрироваться именно на тренировке. Как бы я ни говорил. Аксим, чтобы в макрад пошел в машину. Спати от смеха. Спати от смеха. Аксим, кстати, удивится. Персональный тренер поможет построить к лету тело вашей мечты. Программы по снижению веса, коррекции фигуры и набору мышечной массы. Составление рациона питания, работа с детьми и подростками. Индивидуальные занятия в тренажерном зале. Совет новичкам, которые впервые пришли в тренажерный зал. Хотя бы первые 5-10 тренировок позаниматься с тренером. Как выбрать тренера? Я считаю, что тренер должен хотя бы визуально вас привлечь к себе. То есть он должен выглядеть как минимум пропорционально, то есть красиво. В дальнейшем он должен как-то вас заинтересовать своими знаниями. То есть аргументировать вам, почему мы делаем вот эти упражнения. И почему мы следуем именно такой последовательности упражнений каких-то. У него должны быть какие-то воспитанники. Если он хороший тренер, какой-то прогрессивный, то есть он завлекает людей. То есть у него, как правило, очень много клиентов, которые хотят с ним заниматься. Доверь свое тело профессионалу. Максим Матрос – двухкратный чемпион России. Чемпион мира по пауэрлифтингу. Рекордсмен страны, Европы и мира. Ваш личный инструктор. 8 920 033 79 58 За помощь в организации съемок благодарим салон красоты и фитнес-центр «Черная королева». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова